Друзья, всем привет! У нас новый выпуск Дневник Фаната. В этом большом выпуске, таком, наверное, может быть и не очень. Нормальном, нормальном. Короче, в таком хорошем выпуске у нас будет две автограф-сессии, которые посетил Пашка. С Максимом Калиниченко и с Александром Филимоновым. Вели прямые эфиры в Инстаграме, надеюсь, вам понравилось. Это вообще тема зашла, да? Вроде как зашла. Не-не, зашла, зашла. Съездили в Смоленск, разделились с Пашей по две стороны. Километрами, километрами. То, что вот вы увидите сейчас, небольшие кадрульки. Маленькие зарисовки. Маленькие зарисовки вы полную картину увидите в среду. Ставьте, так ты говоришь, что? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш канал. Из лайки не ставьте. Смотрите, надеюсь, вам понравится. Огромное тебе спасибо, что посетил наш магазин, офис. Да, вам. Доставил болельщикам огромное удовольствие. Вспомнить твои удары со штрафного, как ты терекой, забивал издалека, там, метров с 30, наверное. Скажи, чем сейчас занимаешься вообще? С семьей занимаюсь ничем, в общем-то, не занимаюсь. Не, учусь, как бы, тренерскую свою лицензию повышаю. Сейчас в феврале поеду на сессию на первую. Бегаю в периодических лужниках. Ну, так, за кого-то, да, там, друзьями, друзьями. Да, ну, коленка болит, на самом деле, не хочу учить ни себя, ни других, поэтому для себя так. Ну, отлично. Ну, голодное колено пускай выздоравливает, а ты занимайся... Он уже боится, что не выздоровеет. Ты занимайся тренерской деятельностью тогда, раз ты уже начал, тем более учишься, но, дай бог, что у тебя все получилось в тренерской. Тебе огромный еще раз респект, может быть, и пару слов наших болельщиков, наших фанатов. Только одно пожелание, чемпионство ждем, я уже болельщик тоже, как и вы, так что ждем только одного, ждем чемпионство. Нужно потихонечку возрождать этот взрыв. Все ждем, и Макс тоже ждет, поэтому будем стремиться. Спасибо огромное, Макс. Приходи к нам еще, обязательно позовем тебя. Ну, да. Ну, что мы едем в Смоленск, мы едем... Я не еду, но я Сережу отправляю, моего подельника, моего соратника. Братан, счастливого пути. Та-да-да-да-да-да-да... Вот один из них, в минус 10. Десале, Роял Смоленск. Вива ля бэм. Ну что, друзья, добрались до города Смоленск. Ехали спокойно, но в плане в городе ехали на самом деле очень бурно. Сейчас решили позавтракать. Такой стандартный набор выездюкает кваса светлого, салата, борщ, пицца. Посмотрим, что будет дальше. Продолжаем бродить по городу. Пока ничего интересного, время полдвенадцатого. Ищем ирландский паб, пойти погреться, покушать второй раз. Не знаю, что здесь делать зимой, может быть, летом здесь круто. Но зимой точно тут ловить нечего, пацаны. У нас перерыв в матче, Спартак идет 2-1. Уверенная поддержка красно-белого сектора заставляет команду играть на обуховной мощности. Самый прикол этого выезда, то что на секторе можно делать все, что хочешь. Согласить круто. Естественно. Просто не зубка. Короче, и у нас новый квест, челлендж. Кто во втором тайме сейчас не будет шизить, с того Биг Мак. Паша, ты вот не поехал, остался с Филимоновым. Конечно, красава, но здесь вот реально. Ты мог себя показать неплохо. На полную картушку. Всем привет, встретили Александра. Вот, начали нашу небольшой лайв-трансляцию. Все, кто еще не приехал, кто еще думает над тем, чем заняться ближайшие два часа, приезжайте к нам в Афратрио. Вот он здесь, можно его потрогать даже. Небольшой, небольшой пределок. Да. Смотри, вот у нас в том году, буквально при новом году, вышла капсульная, лодное слово, капсульная коллекция футбола с легендами 80-х и 90-х годов. Соответственно, вот такая лодка получит очень быстро 50-х забран, потому что, ну, вот самые два таких самых вспоминающихся периода, 50-х и 90-х годов. Да, если там были известные футболисты и легенды, так сказать, на поле, то здесь на этой футболке изображены те, кто за трибунами, ну, на трибунах и за пределами ее отстаивают честь. Наши известные болельщики, представители разных футбольных объединений, группировок. Я не знаю, можно так говорить вообще? А то сейчас нами полиция заинтересуется. Правда, глаз прищет. А вообще много, да, у тебя фотографий? До завтра. Привет, девчонки. Вот, вижу, пришли в субботу, да, с субботним днем на автограф-сессию Александра Филимонова. Вообще, как ваши впечатления от этого мероприятия? Эмоции такие зашкаливые. Я еще одна фамилия, это Филимонова. Ну, мне даже не знаю, что сказать. Немного устали ждать, но ничего, это вот на восторге. А вообще, какие пожелания есть? Может, кого-то хотите сами увидеть? Душакова. Душакова. Качество. Спасибо за приглашение в автобис-сессию. Приехала Лера. Золотой сезон 2014-2015. Подписывайтесь на ее ВКонтакте, в Инстаграме, ставьте ей лайки. Ну, а пока вы это делаете, ищите ее в этих социальных сетях. Она расскажет для нашего канала, как вообще тут жизнь проходит. Моя жизнь проходит, на самом деле, очень круто. Я вот пришла на автобис-сессию Филимонова. Я ни разу не пожалела, встретила своего хорошего друга. Ну, все, достаточно, все круто сказано, по делу. Это вот, смотрите, дневник фаната. Ну что, мы с боем прорвались, как это, с боем, с боем, не с боем, но... Записав кучу бумажек, мы все равно прорвались в лужники, и наконец-то мы здесь. Мы находимся сейчас в историческом месте для всех красно-белых болельщиков. Это уже новая, уже, скажем так, модернизированная трибуна Б. Если Серега сейчас покажет камеру, то вот там, примерно в том месте находилась трибуна Б5, сектор Б5, где 12 лет назад спартаковские болельщики начали слаженно, объединились в объединение Фратри, стали все вместе. Спустя 6 лет по решению активных лидеров спартаковского движения все активные болельщики переехали на центральную трибуну Б8. Она находится примерно, ну, примерно вот здесь, если посмотреть просто даже по... Можно много говорить о том, что связывает болельщику Спартака с этим стадионом. Конечно, это огромное количество матчей, которые провел Спартак здесь. Поколение постарше помнит и победу над Наполе, за которую в тот момент играл великий Диего Марадонна. Мы громили здесь Реал, громили здесь Арсенал. Спартак добивался здесь крупнейших побед над принципиальными соперниками ЦСКА и Динамо. Нам удалось на этом стадионе реализовать множество ярчайших перформансов. И одна из самых запоминающихся, это, конечно же, матч с Барселоной в 2012 году, когда был поставлен российский точный рекорд. Это была самая грандиозная и самая масштабная перформанса. Мы желаем вас сейчас поднять вашу тканевую плашку и растянуть ее перед собой на вытянутых руках. Спасибо! Официально для дневника фаната первый заряд – только Россия и Спартак! Все прокачано. 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 Парни, вы все помните про наш фанатский эксперимент, который мы задумали еще на прошлой неделе с Пашей? Давай, мы поспорили с Пашей, что я смогу раскрутиться с 1000 рублей и купить себе билеты на выезд туда-обратно, и в случае, если я побеждаю, с Пашкой в Краснодаре поставлю. В четверг мы были на турнире «Что, где, когда?» от Фратри. Записали очень много интересных интервью, поставили ставки, но ввиду одной технической неполадки, которая случилась еще почти 25 лет назад, когда наш оператор Сергей родился с кривыми руками, он удалил просто все наши видео перед выездом в Смоленск. Почему-то не знаю, что случилось с ним. Мы ставки действительно поставили, все в мобильном приложении есть, мы вам все это покажем. У нас было два экспресса по 500 рублей. В первом мы взяли победу Челси над Арсеналом и победу Ивертона над Бормутом, если я не ошибаюсь. Там 6-3 и 3-1 было. Во втором дне, от слова день, а не слово дно, во втором дне мы брали победу Реала в гостях над Сельд, и там расход, потому что события перенесли. Победа Юнайтен над Лестером в гостях, там 3-1, по-моему, или 3-0, что-то такое. И брали мы еще победу Айнтрахта из Франкфурта над Дармштадтом, там 2-0. В конце матча Айнтрахт дважды забил. У нас в банке сейчас вместо 1000, 3000 рублей. За следующие выходные мне нужно поднять еще 4, для того, чтобы, собственно говоря, накопить на выезд в Краснодар. Еще в среду, раскрою небольшой секрет, у нас будет отдельный выпуск по Лужникам. Парням представилась такая возможность Паше Пауку с нашим уважаемым, очень уважаемым оператором Сергеем. И в следующий понедельник выпуск будет, пока не знаю какой, пока, наверное, никто не знает какой, но там будут вторые выходные моих ставок. Надеюсь, они будут удачные, и мы отправимся в Краснодар за счет букмекеров. Смотрите дневник фанатов. Парни, всех с победой 4-3. Надеюсь, вам понравится выпуск. А что, сиги есть? Ну, что сказать, ждем уже нашего основного Спартака. Надеюсь, вам всем все понравилось, и смотрите дальше за нашими выпусками.